Диагностика кармы Самая-самая религия, существующая в мире, опять же, это точка зрения Лазарева. То есть, как бы мы, находясь в этом теле физическом, наш, скажем, путь наш и духовный путь – это соединение со Всевышним, будем так говорить. Так вот, сегодня наиболее близко к этому подошла мусульманская религия. Вот мусульмане как раз готовы отдать себя, я не говорю про террористам, и жизненно дать именно за своего бога, чего, конечно, в других религиях незаметно. Там говорится по поводу иудейской религии, кстати, 5000 лет тому назад и так далее, и так далее. И почему, и как это все. Но мы об этом не будем сейчас говорить, поскольку эта тема действительно очень, во-первых, противоречивая, сложная, во-вторых, это тема ни одной программы. Но вот это такая ремарка была. Я прошу прощения, я вот, наверное, перебил. Нет, ничего, все правильно. Я мог бы и согласиться с Лазаревым, и не согласиться. И насчет мусульманской религии коротко скажу. Просто она проходит как раз именно ту градацию, возрастную градацию, а религия, как и человек, проходит какие-то определенные возраста. Но, тем не менее, что-то остается, что-то не остается, а что-то остается уже в легендах. Предположим, мы достаточно хорошо представляем себе египетские верования, но, тем не менее, никто им сегодня не следует, даже в отдельных сектах этого не существует. Мусульманскую религию, если мы отчитываем от побега пророка Мохаммада, то есть от 1640-х годов, то значит сегодня мусульманская религия находится где-то на уровне христианского 1300 какого-то года. Что было в христианской религии 1300 какого-то года, 1340-х годов, предположим, это абсолютный экстремизм, только что закончились крестовые походы, начало зачатки инквизиции, охоты на ведьм, так что как раз по времени все сопоставимо, по времени все получается. Но я говорю не об этом, потому что если мы говорим о том, что сегодня есть такая очень популярная теория, что весь мир это в принципе большая компьютерная игра, затеянная неким человеком, или не человеком, существом точнее, или энергетической сущностью, которая имеет замысел определенный. И вот в эту вот компьютерную игру как бы с нами кто-то играет. Для этого нужен нам будет определенно Фрейзер, для этого нужен будет его многотомник Золотая Ветвь. В Советском Союзе Золотая Ветвь была, кстати, очень популярна среди интеллигенции, она была переведена и издана в одном томе, а всего томов там 10, кстати говоря. И вот это вот есть такой мостик между всеми верованиями, религиями, определением там изначальных религий, там гомеопатической контагиозной магии, извините, я уже ухожу в такие глубины, да, и прочее, и прочее. Это потом все можно будет популярно расшифровать. Но тем не менее, вот эта вот аналогия, вот этот вот процесс как бы замысла, он, наверное, там наиболее исследован. То есть об этом всем мы будем говорить. Это вот целая ветка, целое направление. Видите, сколько есть только по сотворению мира. Ну и многое другое. Я бы так бы не сбрасывал со счетов и тему язычества, кстати говоря. Между человеком и человеком понятно, что будем говорить не только интервью делать какие-то, но говорить и о том, что мы из себя представляем. Вот есть такая эпоха Возрождения, как бы мы ее определили, да. Эпоха Возрождения, говорят, что в эпоху Возрождения полусредневековая Европа уже вырвалась из Средневековья за счет того, что она приняла античный мир, античную культуру. Но что такое античная культура, нам это сегодня непостижимо. Потому что мы понимаем, что вот люди, вот совершенные тела, вот там фильмы выходят псевдоантичные, там вроде 300 спартанцев. Это, конечно, все смешно. Это голливудские боевики и не более того. Но мы же не понимаем и не пытаемся понять психологию тех людей. Сегодня идет спор, вот разрешить однополые браки или не разрешить однополые браки в Соединенных Штатах. И разрешил Верховный Суд. Так уже и спора-то нет. Уже и спора-то нет. Уже разрешил Верховный Суд. Но в обществе идет спор. Вот между консерваторами и либералами. Тем не менее, если мы войдем как бы в античную эпоху, там не было вообще такого понятия, как однополый брак или неоднополый брак. Секс всех со всеми. Может, это и было всеобщей любовью, ту, которую мы упустили. Потому что у них вообще, люди не представляют, это другие люди. Это другая планета. Хотя эти люди с нами одних генов, скажем так. Ярослав, а мы и о сексе будем говорить с вами? Нет, ну почему? Это же составная часть человечества. Это составная часть как бы человеческого элемента в этой природе. Поэтому, ну если бы этого не было, то мы бы с вами здесь не сидели и не говорили. Поэтому кто-то всегда почему-то родился. А то, да, действительно, откуда же вы вообще-то говоря взялись? Да. Генная модификация или божье сознание. Кстати, сам Дарвин, он и не говорил, что человек произошел от обезьяны. Он предположил, но это было как бы объяснение для ученых. Они взяли это за основу. Вот мы и произошли, так сказать, от обезьяны, эволюционировали. И вот превратились вот в наших прямоходящих. На самом деле, я тут немножко, опять же, конкретизирую. У Дарвина есть две книжки. Происхождение видов и происхождение человека. Происхождение видов – это то, что он вынес как бы из своего путешествия на Бигле. А происхождение человека – это как бы такая общая, довольно странная теория, которую он основывает на будущее, на основе первой книги «Происхождение видов». Она ничем была не обоснована, она ничем была не доказана. Когда там на Суматре нашли первые остатки пятиконтропа, это было уже после выпуска книги, после выхода книги «Происхождение видов». Просто вот так она удалась и легла на тот социум, на то общество к второй половине XIX века, которое пыталось из себя как бы Бога убрать как можно дальше и все с материалистических позиций трактовать. Почему Писарев это так подхватил? Все-таки такая жуткая личность в истории русской литературы. Вот с чего бы он это подхватил? Потому что вот нужно было так, потому что это как бы выбивало Бога из общества, и Дарвин просто это семя кинул в хорошо унавоженную почву. Если бы в этой почве не было навоза, вот такого вот благодатного, нигилистического и прочего, то Дарвина бы просто никто не заметил.